В кризисе с правами человека в Республике Беларусь мы благодарим специального представителя по правам человека, господина Гюмара, также посла США в Совете по правам человека, а также других уважаемых докладчиков доктора Аннаис Марин, Татьяна Банли, Олег Ахеев, Светлана Алексеевич, Ольга Токарчук, Маргарет Эдвард, Валерий Ковалевский, Мэттью Джонс и, конечно, модератора Полина Садовская. Мы приветствуем всех вас, евразийского директора Панамерика. Сегодняшняя дискуссия организована в сотрудничестве с НПО Панамерика и Фондом прав человека. Поддерживается эта мероприятия рядом спонсоров ЕС и государственными членами Австралии, Канады, Исландии, Японии, Лихтенштейном, Норвегии, Украиной, Великобритании и США. Да, хотелось бы поблагодарить НПО, статью 19 Международную Федерацию по правам человека и другие организации за то, что вы присоединились к нам на мероприятии, организованное в Женеве сегодня. Я приветствую вас в более широком контексте защиты прав человека Беларуси. Нам необходимо начинать с индивидуального уровня трагедии каждого человека в Беларуси. Люди Беларуси сталкиваются с ограничениями, репрессиями, живут в страхе. Им затыкает рот после мирных демонстраций, которые они проводили в поддержке Украины. Беларусские власти продолжают разрушать жизни, что приводит к долгосрочным последствиям для будущих поколений. Это не может быть игнорировано, на это нельзя не обращать внимания. И мы видим, что сегодня гражданское общество уничтожается разрушенной юридической, нормативно-правовой и судебной системой. И сегодня мы видим, что более 1200 человек являются политическими заключенными Беларуси. И сегодня журналисты, представители СМИ, активисты задержаны. И мы призываем к освобождению этих граждан, освобождение их от ответственности и снятие обвинений. Потому что все это является притеснением представителей общества. Сегодня приняты новые изменения в Конституции и в законодательстве Беларуси, которые вводят такое наказание, как смертная казнь за совершение действий, которые связаны с подготовкой к террористическим действиям. На региональном уровне мы видим, что гибридные атаки предпринимаются белорусскими властями, которые используют мигрантов и другие силы для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в странах ЕС. А также мы видим серьезные последствия, когда белорусская территория при поддержке белорусского режима используется Россия для того, чтобы повышать уровень опасности в регионе. На международном уровне следует сказать, что белорусский режим продолжает пользоваться ситуацией, когда он не является подотчетным перед международным сообществом. Мы должны требовать адекватного реагирования в этой связи. Литва выражает свою поддержку к созданию механизмов отчетности и подотчетности, чтобы белорусские власти, которые все это творят, были привлечены к ответственности. Мы считаем, что ДИПЧОБСЕ необходимо взяться за решение этой задачи. У нас есть специальный докладчик по вопросам прав человека в Беларуси, однако следует сказать, что сегодня эти вопросы остаются актуальными, и они остаются таковыми уже на протяжении более чем 10 лет. И мы благодарим госпожу Раису Малин, специального докладчика ООН за предпринимаемые усилия. На 50-й сессии по правам человека мы говорим о том, что необходимо продолжить возобновление этого мандата и его действия. Сегодня белорусское общество необходимо поддерживать, включая НПО, журналистов и других представителей общества, активистов. Что можем мы еще сделать в условиях данных репрессий, в условиях наличия политических заключенных? Мы не можем закрывать на это глаза. Лукашевский режим продолжает давить на собственных людей, и мы требуем высвобождения политических заключенных, соблюдения прав человека, сделать ответственными власти Беларуси за нарушение всех прав человека. Режим должен знать, что злоупотребление власти на решение прав человека и фундаментальных свобод не может пройти безответственно, без наказания. Ваше превосходительство. Желаю всем нам интересного обсуждения и благодарю вас. Ваше превосходительство, дамы и господа. Мне очень приятно присоединиться к вам сегодня виртуально на данной важной дискуссии, посвященной кризису с правами человека Беларуси, и выступить вместе с министром иностранных дел Литвы в Ландсбергском, а также вместе с послом США в Совете по правам человека. Дамы и господа, ситуация в правами человека в Беларуси продолжает ухудшаться. Масштабы прессий хуже, чем ранее. Количество предзаключенных сегодня. Сегодня составляет 1237 человек. Более 650 организаций гражданского общества были закрыты или в процессе насильной ликвидации. Референдум, который прошел по Конституции в 2020 году, продолжает усиливать авторитарный режим Лукашенко. И недавние изменения, ввесенные в Уголовный кодекс, означает, или привели к тому, что сегодня вводятся дополнительные статьи, которые предусматривают наказание в виде смертной казни. Сегодня мы видим, что Лукашенский режим поддерживает военную агрессию России против Украины. И это приводит к озабоченности по поводу прав человека в отношении тех, кто является активистами, журналистами и правозащитниками, которые были вынуждены ранее бежать в Украину, для того, чтобы найти там убежище, и сегодня вынуждены бежать снова. ЕС находится на передовой борьбе за право человека в Беларуси, и мы продолжим это делать и далее. На 49-й сессии по правам человека ООН предоставила мандат спецдокладчику по правам человека в Беларуси, и это позволило протоколировать те нарушения, которые происходили в Беларуси в области прав человека с мая 2020 года. Эта позиция необходима для того, чтобы сделать подотчетными и ответственными всех тех, кто совершает эти действия. И сегодня у нас есть четкие показания и свидетельства тысяч нарушений прав человека. И мы говорим о том, что сегодня специальный докладчик выполняет свою работу по наблюдению за ситуацией правами человека в Беларуси, а также вырабатывает рекомендации по совершенству ситуаций. Несмотря на кризис права человека в Беларуси, очень важно сохранять механизмы отчетности, ответственности, и механизм работы спецдокладчика ООН по правам человека в Беларуси. Мы будем работать вместе с вами над этим, и мы будем участвовать в нашей сегодняшней дискуссии по этим вопросам. Спасибо. Большое спасибо за организацию данного важного мероприятия. После брутального нападения России на Украину, которое придет по вниманию всего мира, мы не можем забывать о том, что в Беларуси усиливаются внутренние репрессии. Украинцы боролись с авторитаризмом, боролись за права человека на своей территории. И сегодня беларусы также преследуют те же самые ценности и руководствуют теми же принципами. США уже неоднократно заявляли о том, что продолжат преследовать цель соблюдения прав человека и запрет репрессий. США осуждают брутальные репрессии, которые развернулись с Беларусью властями, особенно в отношении против демократического движения. И Беларусь необходимо обратить на это внимание. Ранее в этом году прошел референдум в стране, который был направлен на вызов, чтобы усилить режим. Режим недавно внес изменения в уголовный кодекс, который позволил использовать смертную кайсму на отношении людей, которые якобы совершают подготовку к террористическим действиям. Мы осуждаем режим за то, что он использует экстремизм и терроризм как оправдание для своих репрессий. И сегодня в Беларуси есть более 1200 политзаключенных и есть более десятков тысяч людей, которые незаконно удерживаются за решеткой. И мы призываем их немедленно освободить. Люди, которые были неоправданно осуждены, сегодня есть заключенные, осужденные на 22 года за то, что они якобы совершали террористические действия. США стоят вместе с народом Беларуси, который в протяжении последних двух лет боролся за свои права перед лицом брутального режима и борется любой ценой. Режим не может заглушить голоса, которые звучат «за демокрации». Только национальный диалог, включая представителей гражданского общества и демократическое движение, приведут Беларусь и выведут из этой ситуации, и приведут Беларусь к тому, чтобы она стала демократичной и процветающей. Спасибо. Спасибо Литве, Евросоюзу и США за эти выступления. Сейчас перейдем к нашему первому докладчику, спецдокладчику по правам человека Беларуси, госпожа Моран. Сначала поблагодарить организаторов за произведение этого современного мероприятия. При всем внимании к войне в Украине Беларусь заслуживает не меньше внимания, с учетом того, что там продолжается ухудшение статуса права человека. Мой отчет на нынешний Совет права человека уже опубликован, но я его представлю 28 июня 2022 года в ходе интерактивного диалога. Сегодня я с вами могу поделиться основными моментами моих заключений и рекомендаций, касающихся темы этого мероприятия, свобода слова и культурные права. Позвольте напомнить, что, к сожалению, осуществление моего мандата продолжает быть ограничено в силу некого сотрудничества и невзаимодействия со стороны Беларусской власти. Как в предыдущие годы, несмотря на повторяющиеся запросы, власти не предоставили мне доступ в страну. Таким образом, я продолжаю проводить дистанционный мониторинг, исходя из свидетельств лиц, пострадавших от нарушений прав человека, отчетов из достоверных источников, в том числе от правозащитников, а также из других достоверных источников информации, в том числе публично доступные официальные источники. Исходя из этого комплексного анализа, могу объективно сказать, что ситуация усугублялась, в частности, в отношении свободы слова и свободы выражения мнения. Ситуация права человека в Беларуси долго была неудовлетворительной, в течение последнего времени ухудшалась, и эта тенденция продолжается до нынешнего дня. Уже репрессивные законодательства еще более были ужесточены для того, чтобы предотвратить и наказать за любые попытки контролировать действия у властей, подавить дискуссию, что очень влияет на свободу СМИ и культурное правоопозвольствие. Напомню, три очень тревожные тенденции в сфере законодательства. Во-первых, далее ограничивается свобода мирных собраний. Административным кодексом устанавливается разрешительная процедура для собраний, что противоречит международным стандартам. Но в административное положение вводят более жесткие наказания и арест до 30 лет за организацию так называемых несанкционированных собраний или участие в таковых. Далее уголовная ответственность была введена за повторные процедурные нарушения, если организатор действует от имени незарегистрированной организации. Это предотвращает проведение собраний не только мирных акций протеста, которые оппонируют властям, которые в основном с осени 2020 года пришли в пространство онлайн, в первую очередь из-за жестких репрессий, с которыми столкнулись в 2020 году. На самом деле ограничения также касаются культурных мероприятий, в том числе выступления одного человека, и они распространяются на виртуальную сферу в интернете. Но сам факт объявления мероприятия до того, как он официально санкционирован властями, уже влечет за собой ответственность. Во-вторых, свобода мнения, выражение мнения далее ограничено путем ужесточения криминализации клеветы или оскорбления страны госчиновников или президента, что влечет за собой приговор до пяти лет в тюрьме. Это не только противоречит международным стандартным правам человека. Любые уголовные наказания или чрезмерные гражданские нарушения за клевету в целом не соответствуют 19 статье Международного пакта о гражданском политическом праве. Также это вводит охлаждающий эффект на свободу СМИ, академические свободы культурного права. В течение последних двух лет десятки журналистов, блогеров, писателей, музыкантов, иудеевских культур столкнулись с запугиванием, угрозами и репрессией вплоть до уголовного преследования. В том, что представляется мне охота на ведьм, предназначен для того, чтобы заставить замолчать или выдавить из стороны всех возможных несогласных. А третье тенденция — это дальнейшее ужесточение применения закона о борьбе с экстремизмом, что очень туманно определенное положение в соответствии с интерпретацией того, что можно считать экстремизмом. Создатели, организаторы и члены групп, которые признаются экстремистскими, могут быть лишены свободы сроком до семи лет. В настоящее время большинство независимых СМИ в Беларуси считаются экстремистскими, 29 по сравнению с только одним до выборов 2020 года. В список также входит 588 каналов в социальных сетях и блогах. Два года назад в этом списке было только два десятка. Это очень ограничивает распространение материала, связанного с культурой. Непозволительное вмешательство, легитимное использование права на свободу слова. Уважаемые дамы и господа, 2021 год, первая половина 2022 года были отмечены беспрецеденты войны преследований журналистов и медиа сотрудников и практическим истреблением независимых СМИ в рамках более широкой волны репрессий вообще на гражданское общество. Избавляясь от тех элементов, которые не устраивают власть. А более 60 представителей СМИ столкнулись с уголовным преследованием, 28 остаются в СИЗО или уже отбывают свои тюремные заключения в соответствии с данными ВАШ, которые сама должна была закрыться в прошлом году. Редакции вынуждены закрываться или перемещаться из страны. Почти 400 невероятных организаций были вынуждены закрыться, и участие в деятельности не зарегистрированных или распущенных организаций было криминализировано. В результате этого страна потеряла, по крайней мере, 98 организаций, напрямую связанных с сферой культуры, по данным ПЭН Беларусь. В последнюю очередь хочу подчеркнуть, что безнаказанность за нарушение прав человека продолжает в Беларуси процветать, что иллюстрирует необходимость для международного сообщества и в рамках моего мандата в том числе поддерживать механизм обеспечения ответственности ОВКВЧП под мандатом Верховного комиссара. Поскольку продолжаются сообщения о пытках и жестоком обращении систематическом в местах решения свободы Беларуси, я надеюсь, что механизм внесет вклад в обеспечение ответственности и справедливости для жертв. Необходимо защищать жертв, свидетелей и их близких Беларуси за пределами Беларуси, потому что сотни тысяч беларусов были вынуждены бежать из стран за последние два года, про что я развернуто объясняю в своем отчете в Генеральной Ассамблее. Продолжающаяся война репрессия в отношении гражданского общества, что я закументировал в отчете 22-го года в Совете права человека, оправдала решение называть как можно меньшее количество источников для того, чтобы они не столкнулись с репрессией и преследованием за то, что делится информацией. Дорогие мои, дамы и господа, несмотря на продолжающиеся международные осуждения, власти Беларуси продолжают системно-систематические репрессии против правозащитников, журналистов, сотрудников СМИ, писателей, культурных деятелей и других представителей гражданского общества, которые проявляют активность в гражданской сфере. Такие действия предотвращают их реальное участие в общественной жизни, обмен информацией по вопросам, которые вызывают общественную озабоченность, и тем самым ограничить свободу слова и реализацию прав на культуру. Таким образом, имеет огромнейшая важность, чтобы члены государства ООН заняли принципиально укоординированный и последовательный подход, направленный на повышение защиты и продвижение прав человека, сохранение и усиление гражданского пространства, и восстановление верховенства права Беларуси. Я убеждена, что внимание к ситуации с правом человека в Беларуси должно сохраняться, несмотря на то, что большое внимание уделяется Украине и региональные последствия этой войны. Я надеюсь, что мои отчеты поддержат государство ООН в повторной оценке идеи о взаимодействии с властями из Беларуси в этом контексте. С учетом масштаба продолжающихся нарушений права человека Беларуси, я считаю, что мой мандат сохраняет важность для независимого мониторинга и отчетности ситуации. Далее буду продолжать взаимодействие и поддержку усилиям гражданского общества организации прав человека, а также управление Верховным комитетом права человека для того, чтобы обеспечивать и продвигать уважение и защиту прав человека Беларуси до того времени, пока не будет обеспечен ощутимый прогресс в этой сфере. Большое спасибо за внимание. Спасибо, уважаемая спецдокладщица. Будем очень рады услышать презентацию вашего года 28 июня. А теперь перейдем к исполнительному директору и представителю ПЭНа Беларуси Татьяне Инбайс. Спасибо большое за возможность сказать несколько слов о Беларуси и о культурном секторе в Беларуси. Сегодня война в Украине вышла на первый план мировой повестки. Это, конечно, совершенно правильно, так и должно быть. Мир сегодня восхищен мужеством украинцев, которые сражаются за всех нас. Но сегодня я также прошу вас не забывать о Беларуси. Я говорю эти слова не для того, чтобы сместить акцент с Украины. Нет. Беларусский ПЭН, как и все гражданское общество Беларуси, которое уцелело и смогло сохраниться, включилось с первых дней войны в помощь Украине. И мы делаем это по нескольким причинам. Во-первых, мы хорошо понимаем, что нужно Украине, что может быть нужно, потому что понимаем, какая поддержка нам нужна была в свое время и сейчас нужна. Во-вторых, мы хорошо помним ту волну солидарности, которая обратилась в сторону Беларуси и таким образом можем выразить свою благодарность. В-третьих, мы понимаем, что в Украине сейчас решается судьба региона и даже мира. Но моя страна является частью этой войны. Из перспективы 2022 года хорошо видно, что вся та зачистка гражданского сектора, все эти репрессии, среди прочего, были подготовкой территории Беларуси к атаке Украины в феврале 2022 года. Но даже тогда, в 2020 году, мы кричали миру о том, что проблема, то, что происходит в Беларуси, это не проблема только украденных выборов, это не проблема только Беларуси, это проблема региона и всей Европы. К сожалению, тогда ни мы, ни Европа, ни мир не смогли остановить Лукашенко, не смогли остановить поддерживающего его Путина, как не смогли этого сделать ни в 2014 году во время агрессии в Украине, ни в Грузии в 2008 году, ни в Чечне ранее. Сегодня Беларусь это как минимум культурно оккупированная Россией территория. Лукашенко сегодня это председатель концлагеря Беларусь, который контролируется Россией. Такой же концлагерь подконтрольный, пророссийский, лояльный Россия хочет сделать с Украиной. После первого шока от того, что началась горячая фаза войны, после осознания того, что с моей стороны летят ракеты в сторону Украины, следующая мысль и следующий ужас был о белорусских политзаключенных, которых сегодня 1230, спасибо партнерам, спасибо весне, которые ведут эту статистику, 1230 политических заключенных, которые находятся сегодня в тюрьме в ужасных условиях и теперь никому в мире возможно не будут более интересны. Условия, в которых они сидят, признаны международными правозащитными организациями бесчеловечными, пытками. Люди годами гниют в тюрьме в прямом смысле этого слова. Я писатель, но это не метафора, гниют. Более 40 тысяч людей прошли через задержание с начала протеста 2020 года. Из 1230 политических заключенных 79 деятели культуры, 31 из них писатели. Культурный сектор сегодня в Беларуси очень сильно находится под влиянием российского культурного дискурса, является фактически подминается под себя русским миром. Уничтожается все национальное в Беларуси. То же самое мы видим сейчас в Украине, когда на оккупированных территориях сжигают украинские книги и уничтожают украинскую культуру. В середине мая были задержаны издатель Андрей Янушкевич и литературная обозревательница и сотрудница издательства Наста Карнадская. Вся их вина в том, что в концлагере Беларусь они продолжали издавать и продолжать белорусские книги. Страна в центре Европы, которые за книги на белорусском языке или за значок бело-красно-белый или желто-синий в поддержку Украины могут арестовать и признать экстремистом. Потому что экстремизм сегодня в моей стране это все то, что не соответствует государственной идеологии и официальной пропаганде. Сегодня, буквально сегодня появилась информация о том, что из библиотек в Беларуси изымаются книги как минимум 33 белорусских писателей. До этого рекомендовали снять с продажи белорусский перевод книги Джорджа Оройла 1984. Белорусы уже два года сражаются, но в отличие от Украины, которая сопротивляется агрессии вместе со своим президентом, белорусы противостоят и русскому миру, и диктаторскому режиму в Беларуси. Я, конечно, не пришла сюда, чтобы пугать или принудить вас скучать от цифр. Я очень благодарна организаторам, которые сделали мое участие возможным и хочу вас попросить о нескольких вещах. Пожалуйста, не сбрасывайте со счетов Беларусь. Держите ее в вашем фокусе, держите в приоритетах вместе с Украиной. Многие белорусы сейчас, в том числе писатели, деятели культуры, находятся вне Беларуси. Я понимаю, что поддержка культуры другой страны редко входит в приоритеты заграничных политик разных стран. Но им нужна ваша поддержка. Ситуация, в которой мы оказались, марафон, он должен с 2020 года и пока ему не видно конца. Белорусские писатели, которые выехали из Беларуси в целях безопасности, не могут туда вернуться. Им нужна ваша поддержка. Прошу вас не оставлять их и поддерживать других. Если они вынуждены будут вернуться в Беларусь, то все, что мы сможем с вами сделать для них, это принять заявление с осуждением их ареста. Больше ничего. И еще одна проблема, с которой мы столкнулись после начала войны, это дискриминация. Многие институции перестали сотрудничать с гражданами Беларуси, потому что территория Беларуси используется для атаки на Украину. Эта дискриминация уже затронула белорусских деятелей культуры. Но не белорусы пускают эти ракеты. Тем более не белорусские писатели, которые имеют четкую антивоенную позицию. Светлана Алексеевич, которая не смогла быть сегодня с нами из-за болезни, которая находится в изгнании с октября 2020 года, была вызвана в немецкий банк для уточнения, русская она или белорусская. Я знаю, что в этом зале на этой встрече никого не нужно убеждать в том, что дискриминация по национальности или по паспорту недопустима. Но я хочу просить вас использовать весь свой авторитет и свое влияние для противодействия этой дискриминации. Белорусы, как и россияне, которые борются с империей и выступают против войны, не должны исключаться из программ поддержки, стипендий, конференций и фестивалей. Спасибо большое. Большое спасибо, госпожа Недай. И для того, чтобы поддержать ее слова, мы предлагаем послушать Маргару Этвит, которую была переведена Ольгой Калацкой на белорусский язык, которая была задержана и осуждена дважды. И она находится на химии в Беларуси. Август 2020 года привел к тому, что начались репрессии, что сегодня перемешались война и мир, и сегодня следует сказать, что многие сегодня в Беларуси, как Настя Карнацкая, являются заключенными политикой, заключенными в Беларуси с мая. И они были, она и другие были задержаны из-за того, что они выходили в поддержку тех 260 детей, которые уже погибли в Украине из-за войны. И сегодня многие другие ждут суждения за такие же действия. журналистка Белсата сегодня была осуждена за то, что она совершила предательство отношений своего государства. И сегодня более ста представителей культуры находятся за решеткой, цифра растет, и сегодня десятки тысяч украинцев убиты в войне. И люди, которые протестуют против этого, сегодня помещаются за решетку. Сегодня также белорусы вынуждены бежать из Беларуси. И они вынуждены бежать из Беларуси. Однако, конечно, нужно понимать, что сегодня миллионы украинцев бегут из своей страны. Беларусские власти позволили запустить ракеты с белорусской территории по Украине. Несмотря на то, что у белорусов нет права слова в Беларуси, это произошло, и сегодня мое сердце из-за этого болит, говорит один из белорусских активистов. И сегодня с белорусской территории запускаются ракеты на территорию Украины, и мое сердце обливается кровью. И мы должны делать все для того, чтобы это не происходило. Я сегодня поддерживаю всех тех, кто заявляет такие слова, и все, кто борется против этой агрессии. И сегодня данный режим совершает агрессию, и следует сказать, что последнее, чего можно ожидать от режима, это продолжение репрессий. И сегодня хотелось бы верить в том, что контраст между Лукашенко и его оппонентами это то, что видят и осознают украинцы. Мы разделяем вашу боль. Мы говорим про людей в Мариуполе и Буче, за которых мы молимся. Мы верим в украинские вооруженные силы. Мы стоим вместе с вами. Мы поем вместе с вами. Мы поем червоную колину. Пожалуйста, если можете поддержите нас, пожалуйста. Да, роль Беларуси в этой войне ни у кого не вызывает сомнения. Конечно же, ситуация с политически мотивированными преследованиями в Беларуси, с политзаключенными в Беларуси, с преследованием за свободное выражение мнения, это то, что очень нужно белорусскому гражданскому обществу. В первую очередь, я очень благодарен госпожи Анаис Марин за ту работу, которую она проделывала в течение этих лет по сбору информации, по информированию международного сообщества, структуры организации объединенных наций. Это очень важно, и я понимаю, что исключительно по вине белорусских властей, которые препятствуют госпоже Анаис в ее работе по мандат в посещении Беларуси. С этими ограничениями нужно считаться, но тем не менее, я разделяю те выводы, которые она озвучила в своем докладе, и они действительно отражают ситуацию с правами человека и со свободой выражения мнения, с давлением на независимые медиа, которые сейчас происходят в Беларуси. Действительно, сегодня уже несколько раз звучало, что в Беларуси есть журналисты, которые признаны политзаключенными за свою журналистскую деятельность, за свободу выражения мнения. Действительно, вчера их было еще 28, на сегодняшний день нам известно еще об одном журналисте, которого вчера вечером задержали, провели у него обыск, и за свою журналистскую деятельность он также на сегодняшний день находится в местах несвободы. К сожалению, Действительно, мониторинг нашей организации показывает, что репрессии в отношении журналистов, в отношении медиасектора не прекращаются. За инакомыслие используется весь спектр возможностей аппарата по преследованию Беларуси, и поводы могут быть самые разные. Когда за свободное выражение мнения, когда за работу в независимых медиа могут привлечь либо за уклонение от уплаты налогов, начиная от этой статьи и заканчивая изменой государству, практически вся палитра Уголовного кодекса используется для политически мотивированного преследования. Ситуация усугубляется еще тем, что те механизмы, которые должны служить механизмами защиты, независимые суды, независимые прокуратуры, либо другие органы, которые позволяли бы эффективно защищать свои права, они в Беларуси отсутствуют. И те органы, которые под этими названиями сидят в государственных учреждениях, они являются просто цепочками, звеньями цепи политически мотивированного преследования. И внутри Беларуси защитить людей, которые подвергаются политически мотивированному преследованию, на сегодняшний день невозможно. Это привело к тому, что целый ряд сотрудников СМИ, журналистов, они вынуждены были покинуть Беларусь. На сегодняшний день счет идет уже на сотни только журналистов, которые выехали. Некоторые редакции выехали в полном составе, некоторые вывезли наиболее чувствительных к преследованию людей, медиа-менеджмент за пределы Беларуси. А те журналисты, которые работают, они фактически работают в режиме подполья на оккупированных территориях. Я понимаю, что термин оккупации Беларуси, он с правовой точки зрения, конечно же, неприменим к той ситуации, в которой сейчас сложилось в моей стране. Но тем не менее, люди, которые там живут, они реально находятся под теми же ощущениями, которые есть у людей на оккупированных территориях, которые сейчас оккупировала Россия в Украине. И даже те интервью, которые Белорусская ассоциация журналистов проводит с отбывшими арест, отбывшими уже уголовное наказание, показывают, что действительно, как говорила Татьяна Недбай, в Беларуси фактически отбытие наказания и помещения в местах несвободы означает применение условий содержания, которые можно расценивать как пытки. И более того, целый ряд других преступлений против человечности, совершенных белорусским режимом за последние годы, он на сегодняшний день уже задокументирован. И я поддерживаю мысль о том, что мандат специального докладчика о ситуации с правами человека в Беларуси на сегодняшний день является эффективным инструментом. И в той ситуации, которая есть, он нуждается в продлении. И я предлагаю всем заинтересованным сторонам приложить всё возможное для того, чтобы этот мандат был продлён, потому что это один из тех голосов, которые позволяют не уходить в повестки Беларуси с международной арене и сообщать правдивую информацию для всех заинтересованных сторон. Спасибо. Спасибо, господин Агеев. Я сейчас хочу только добавить, что журналист, который вчера был задержан, его зовут Евгений Юрычак, это фотограф. На этом хочу слово передать ряду респондентов. Начну с Валерия Ковалевского, руководителя кабинета, лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Потом будет Павел Топилко, представитель Весны. И Мэйсю Джонс, сотрудник международного адвокатирования фонда домов прав человека, будет следующим. Так, господин Ковалевский, слово вам. Спасибо, госпожа Садовская. Большое спасибо постоянному представительству Литвы, ПЭН, Америка и фонду ДПЧ за организацию этого очень своевременного мероприятия Беларуси. Всем друзьям Беларуси, которые поддержали проведение этой дискуссии. Я слушаю эту беседу, слушаю выступления наших докладчиков. И я ощущаю, какая большая честь быть вместе с вами, вместе с вами выступать в Беларуси. Благодаря вашей отваге и приверженности, делать всё возможное, чтобы приблизить конец этой коммунитарной катастрофы Беларуси. К сожалению, пока что ситуация в Беларуси не улучшается, она только ухудшается. И мы видим, что репрессии были прямо пропорциональны ранее сопротивлению общества. И это даёт основания для анализа закономерности проведения этой репрессии. Но также надежды, что беларусское общество не сдалось, несмотря на всё давление, на всю грубость и беззаконие. Беларусы продолжают протестовать, они продолжают требовать демократических перемен в нашей стране. В то же самое время я соглашусь с Татьяной, которая говорила про возмущение, про ажиотаж вокруг событий в Беларуси и о том, как долго говорилось о том, что этот режим может превратиться в угрозу международному миру и безопасности. И именно это и произошло в 2021 году и в этом году. От похищения самолёта РАНР до организации мигрантского кризиса и, в конце концов, до войны с Украиной, в которой Волченко участвует в качестве соагрессора. В то же самое время репрессии против беларусов вылились в агрессивную внешнюю войну. И мы сейчас видим, что репрессии внутри страны теперь работают на достижении двух целей. Во-первых, наказать беларусов за их стремление к свободе, а также за поддержку украинского народа в условиях этой агрессии. И, как уже ранее говорилось, состоялся ряд административных задержаний только в мае. 263 задержаний, после чего происходят пытки в местах решения свободы, в тюрьмах, в уголовных колониях, всех тех людей, которые были приговорены к тюремным заключениям. В дополнение к этому мы видим сейчас дополнительные тенденции в поведении Лукашенко, который сделал достаточно сильные шаги в полном разрушении профсоюзов, профсоюзного движения, начиная с задержания ключевых деятелей. Буквально несколько дней назад был сделан шаг в сторону ликвидации всех еще остававшихся до сегодняшнего дня независимых профсоюзов. В дополнение к этому мы видим, что режим инициировал изменения в законодательстве для расширения толкования понятия терроризма и для того, чтобы использовать эти положения в качестве инструмента запугивания людей, чтобы не допустить их участия в акциях протеста и в деятельности гражданского общества. Какие шаги могут быть предприняты в этой обстановке? И что мы делаем в рамках демократического движения совместно с гражданским обществом? Нам нужно наращивать поддержку правозащитникам, нам нужно наращивать поддержку СМИ, гражданскому обществу, также тем, которые напрямую участвуют в продвижении культурных прав. И в этом отношении хочу сказать успешное предприятие, которое мы только что вместе с Евросоюзом провели. Мы провели оценку этой сферы гражданского общества в Беларуси. Было принято с одной конкретной категорией, посвященной поддержке культурных инициатив Беларуси. Мы видим то, что происходит в Беларуси уже какое-то время заключается в том, что лукашенковский режим сознательно разрушает культурное сообщество, культурное направление, что является интеллектуальным стержнем нации, душой нации. Это та сфера, которая нуждается в дополнительной защите и поддержке. И также нам нужно предпринимать дополнительные шаги по заботе о политзаключенных и их семьях, потому что недостаток этой заботы создает атмосферу заброшенности среди людей, особенно тех, которые остаются в Беларуси, которые все еще там находятся, которые все еще борются. И это тоже приводит к недостатку поддержки, недостатку внимания, ощущению изолированности и апатии, и чему нужно противостоять. И сейчас очень важно, после того, как началась война, практическими шагами работать со случаями дискриминации и стигматизации беларусов и помогать с мобильностью беларусов, Евросоюза и других странах, которые могут быть полезны для достижения наших целей. И еще важная сфера, в которой нам, демократическим силам важно работать, в частности, Светлане Тихановской, привлечение дополнительного внимания международных организаций к ситуации в Беларуси. Хочу упомянуть один кейс, на котором мы сейчас интенсивно работаем. Это институционализация присутствия Беларуси в Совете Европы, что предоставит нам два доступа, два неформальных канала доступа, в том числе и до будущей Беларуси, работать над государственностью Беларуси, над представленностью государственной структуры Беларуси, но также и гражданское общество. И Светлана Тихановская совместно с другими заинтересованными субъектами, с гражданским обществом работают над обеспечением этого присутствия и работают над этими двумя каналами. И также мы хотим расширить наше присутствие в ОБСЕ. Пока что эта организация недостаточно эффективно реагировала на ситуацию в Беларуси. И ее механизмы, по сути, спали. Нам хочется их разбудить, хочется расширить наше присутствие. Уже была успешная одна интервенция, выступление Сихановской в ОБСЕ две недели назад. Сейчас мы планируем схожее участие в ПАСЕ в Бирмингеме. В конце концов, ООН мы хотим приложить усилия для того, чтобы эту ситуацию в Беларуси внести в Третий комитет, возможно, путем принятия спецрезолюции по стране, для того, чтобы обратить внимание всего мира на ситуацию в Беларуси. Нам нужен глобальный голос, что мир думает о Беларуси и режиме Лукашенко. И в конце концов, очень важно далее продвигать очень важные механизмы в Совете Парам Человека, а также механизм сбора информации определенного матери, а также спецдокладчика по Беларуси. Этот мандат тоже очень важен. И ситуация в Беларуси это доказывает, что эти механизмы крайне актуальны, и мы выражаем всецелую поддержку управлению этих механизмов. И еще одна последняя мысль, которая уже здесь упоминалась, заключается в том, что Беларусь и Украина очень взаимосвязаны. Наши судьбы связаны друг с другом. Невозможно представить Беларусь свободной, независимой и демократической без того, чтобы Украина добилась успеха в этой войне. Невозможно себе представить, чтобы Украина обеспечила себе суверенитет и независимый выбор, если Беларусь будет оставаться под контролем Лукашенко, который в свою очередь контролируется Путиным. Большое спасибо за внимание. Большое спасибо, господин Ковалевский. Мне хотелось бы напомнить нашим со спонсором и всем, кто хотел бы обратиться к аудитории, пожалуйста, пользуйтесь функцией виртуальной руки и укажите в чате, кто будет выступать. Мы скоро перейдем к вопросам и ответам. Павел Сапелко, адвокат Розащитного центра «Весна». Добрый день, дамы и господа. Спасибо за предоставленную возможность. Вообще я хотел отметить, что обстановка в Беларуси – это результат многолетнего подавления политической и общественной активности. И это подавление достигло своего апогея в 2020 году, когда репрессиям подверглись десятки тысяч человек. Результатом стало не меньше пяти тысяч жертв пыток и запрещенного обращения, чьи дела не расследованы, а виновные не наказаны. Несколько погибших участников протестов, более двух тысяч осужденных по политически мотивированным уголовным делам, 1230 из которых признаны политическими заключенными правозащитным сообществом. Усилия режима сосредоточились на окончательном уничтожении гражданского общества и очагов общественного сопротивления и на коммыслии о свободе слова. В целом политическая позиция в Беларуси всегда планомерно вытеснялась из процесса управления государством, и на сегодняшний день ее активная и влиятельная часть вытеснена уже за пределы страны. И здесь моя первая просьба и рекомендация последовательно, постоянно признавать правосубъектность, вовлекать в деятельность международных организаций и поддерживать демократические политические организации, ставшие голосом Белорусского гражданского общества, в частности, офис Светланы Тикановской. Важно отметить, что давно, еще с 90-х годов, демократическая оппозиция и общественные активисты последовательно выступали за сохранение суверенитета Беларуси, предостерегая от опасности чрезмерной экономической и политической зависимости от Российской Федерации. Вместе с тем, взаимная военная, экономическая и политическая поддержка двух диктаторских режимов для Беларуси вывелась в обреченность, в открытую военную агрессию Российской Федерации. Правозащитные организации и демократические политические силы определенно высказались с осуждением этой агрессии. И, конечно же, все те, кто выступает сейчас с осуждением войны или высказывает свою позицию по общественно значимым проблемам, оказываются под дополнительным давлением и репрессиям в Беларуси. Я должен подчеркнуть, что среди 1230 политзаключенных есть семь правозащитников, все они из правозащитного центра «Весна». Это юрист Владимир Лапкович, это юрист Валентин Стефанович, он же вице-президент ФИДА. Был заключен под стражу и содержится в тюрьме Олесь Белядский, глава и основатель центра «Весна». Под стражей Марфа Рапкова, в заключении Леонид Судаленко, Татьяна Живица и Андрей Чеплюк. Однако даже эти меры не смогли предотвратить политические выступления белорусов с осуждением отказа от демократических принципов и с осуждением поддержки агрессии белорусскими властями. Жестокая реакция белорусских властей на эти выступления прибавила еще сотни жертв жестокости, бесчеловечного обращения и пыток к тем тысячам случаев, о которых я говорил. В сегодняшних условиях, когда трагедия украинского народа вышла на передний план и удерживает всеобщее внимание, я призываю вас не упускать из виду и те обстоятельства, которые позволили нашим властям, вопреки воле белорусского народа, поддерживать агрессивную войну. Все началось с тотального террора в отношении собственных граждан, и этот процесс еще не остановил. Я призываю вас поддерживать спецдокладчика по вопросам прав человека в Беларуси. Я прошу всемерно поддерживать Международную платформу подотчетности Беларуси, АЭПБ, созданную для сбора, консолидации, проверки и сохранения доказательств грубых нарушений прав человека, которые представляют свое преступление по международному праву. И я призываю поддерживать правозащитные организации журналистов и демократических активистов. Спасибо. Я благодарю представительству Литвы за то, что вы создали данное мероприятие в марте. Мы, конечно, получили очень серьезный отчет в СССР по Беларуси, который показывает на систематичное и широкомасштабное нарушение прав человека. Это цитаты. Конечно, мы слышали от наших коллег сегодня обновление информации и от спецдокладчика, и от белорусских правозащитников. К сожалению, ситуация с марта не улучшилась, и даже эта ситуация продолжает ухудшаться. Если вы не слышали выступления спецдокладчика, пожалуйста, изучите его. Также хотелось бы нашим коллегам сказать, что те, кто подвергаются нарушению права человека в Беларуси, и те, кто бежали из страны, следует сказать, что пока у этих людей, пока у вас нет в национальных или региональных масштабах механизмов защиты, Беларусь не член Совета Европы. Поэтому Совет по правам человека должен обратить внимание на это, чтобы голоса этих людей были услышаны, и чтобы они были поддержаны. Мы слышали Павла, Олега, Татьяну, мы слышали их голоса, мы слышали выступления по поводу весны и от весны, и это касается всех тех людей, которые задержаны и находятся в заключении Беларуси, включая журналистов, конечно. И многие из этих людей требуют также медицинской помощи. Что мы можем сделать? Валерий уже обозначил некоторые шаги, позвольте мне подчеркнуть, некоторые шаги тоже, поскольку я думаю, что есть некоторые шаги, которые делегация может сделать для того, чтобы помочь этой ситуации. Во-первых, как уже было сказано, но позвольте мне повторить, нам необходимо активно поддерживать процесс принятия резолюции, которая будет принята по результатам конференции. Также необходимо, чтобы мандат специального докладчика был продолжен. Ну, позвольте, я повторю, спецзакладчик – это уникальный мостик для белорусского гражданского общества, для того, чтобы эти люди не были забыты, и с тем, чтобы те люди, которые сегодня подругаются репрессиям, могли продолжить свою работу. И я говорю о том, что белорусское гражданское общество на протяжении долгих лет работает, и это общество всегда получало поддержку спецзакладчика, и поэтому необходимо продолжить эту работу. Подсчитайте доклад спецзакладчика 28 июня, призовите и другие организации принять участие в мероприятиях, для того, чтобы за русские власти услышали эти голоса, и с тем, чтобы 28 июня наши коллеги в Беларуси также получили необходимую информацию. Делегация должна продолжить работу в ГИПЧОБСЕ, и давайте сделаем так, чтобы эта работа также финансово подписывалась на должном уровне, и чтобы хватало достаточно сотрудников для того, чтобы эта работа проводилась независимо. И так, как это необходимо, четвертое, как уже было обозначено Валерием, давайте сделаем так, чтобы Беларусь в этом году выступила на Генеральной Ассамблее, и давайте наши коллеги в Нью-Йорке и дипломатические сообщества в Нью-Йорке поддержали это выступление и обратили внимание на ситуацию с правами человека в Беларуси. Пятое. Делегация должна помогать самим беларусам. Давайте посмотрим на то, как поддерживать беларусов, те, которые находятся за рубежом, и те, которые находятся в Беларуси. И особенно я бы обратился к тем, кто представляет делегацию Беларуси. И, пожалуйста, продолжайте настаивать на том, чтобы вы могли посещать задержанных все НПО, которые поддерживают данное мероприятие. Пожалуйста, давайте нам знать, что мы еще можем сделать. И мы также готовы предоставить необходимые рекомендации. Мы хотели бы и подвести черту и сказать, давайте не будем сдаваться, как сказала Татьяна. Беларусские власти на нас на самом деле рассчитывают, что мы потеряем интерес ко всему происходящему. Поэтому давайте покажем солидарность с беларусами и давайте никогда не откажемся от борьбы за их права. Большое спасибо за предоставленную возможность принять участие в этом мероприятии. И я могу ответить на ваши вопросы. Спасибо, господин Джонсон. Спасибо всем выступающим за то, что уложились во время. Теперь пригласим выступить со спонсоров мероприятия, организаций и государства. Точно только прошу Польшу, потом Украину. От имени Пен Америка, постоянно представительства Литвы и фонда домов прав человека. Хочу воспользоваться этим моментом для того, чтобы поблагодарить многочисленным спонсорам сегодняшнего мероприятия. У нас более 30 спонсоров, но тем не менее все равно. Я хочу уделить время на то, чтобы их всех перечислить. Но еще раз я хочу выразить нашу искреннюю благодарность и вашу поддержку. Так, Польша, слово вам. Большое спасибо, господин Джонсон, модератор. Я хочу поблагодарить постоянное представительство Литвы, фонда домов прав человека и Пен Америка за организацию этого мероприятия. По кризису с правым человеком, который бушует в Беларуси. Возвольте, мои коллеги, у Польши вызывает большую озабоченность на ситуацию с правым человеком в Беларуси. Государства, которые поддерживают военную агрессию России против Украины. Очень большую тревогу вызывает постоянный рот количества полизаключенных в стране. Среди этих полизаключенных существует, есть выдающийся представитель польского сообщества, журналист Анджей Пашобот, арестованный в марте 2021 года. К сожалению, его дело не единственное подтверждает репрессивную политику белорусских властей в отношении представителей белорусского национального меньшинства, не участвующих в политической жизни страны. Более того, лидер Союза поляков в Беларуси госпожа Анджелика Борис продолжает ощущать преследование страны белорусских властей после того, как она была год в тюрьме. Она находится под домашним арестом, потому что не сняты обвинения в ее адрес и могут быть введены финансовые меры наказания. Очень вызывает большую озабоченность, постоянный процесс искоренения польского языка в образовании в Беларуси, которые очень отражаются на ситуации, лиц, которые относятся к национальному меньшинству белорусской власти, продолжают репрессивную политику в отношении белорусских независимых СМИ и журналистов путем применения административного уголовного преследования, в том числе в контексте российской агрессии против Украины. Власти подавляют распространение беспристрастной информации о причинах военных действий, что не соответствует белорусскому российскому нарративу. Что касается положения свободы СМИ Беларуси, мы приветствуем решение ЮНЕСКО наградить вашу прессию в рамках свободы СМИ. Это играет очень важную роль в поддержании свободного слова Беларуси. Действия со стороны белорусских властей подтверждают системное и положительное отверждение прав человека в стране и нежелание позитивно взаимодействовать с международными механизмами для того, чтобы остановить эти тенденции. И мы подчеркиваем важность всех механизмов со стороны Совета, ОВК, ОЧ, а также спецдокладчиков в отношении Беларуси. И мы ценим работу, которая выполняется Мадатарем, в том числе Анаис Моран, которая присутствует вместе с нами сегодня на этом мероприятии. Очень важно, чтобы работа спецпредставителей была продлена Советом на нынешней сессии. Большое спасибо за внимание. Спасибо, господин посол. Сейчас заслушаем выступление Украины, а потом Эстония. Украина, слово вам. Большое спасибо, госпожа Мадатаретар. Уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги, позвольте вначале поблагодарить выступающих за информативные выступления и за постоянную миссию, за организацию этого мероприятия. Украинцы являются соорганизаторами этой экскурсии по Беларуси, которые уже регулярно стали проходить параллельно с заседаниями Совета. Я помню в прошлый раз, когда проходило параллельное мероприятие, 21 февраля, за несколько часов до того, как появилась новая реальность в результате полномасштабного вторжения России в мою страну. Нам очень печально, что в дополнение ко всем проблемам с правами человека, которые происходят в Беларуси, она также стала трамплином для этого брутального и неоправданного нападения на украинский народ, которое унесло много жизней и причинило многочисленное страдание в моей стране. Несмотря на многочисленное дипломатическое заверение, что Беларусь никогда не станет сообщником, официальный Минск стал сообщником этого варварского преступления, и мы убеждены, что они не убегут от наказания не только за нарушения преступлений в отношении украинских граждан, но и против своих собственных граждан. Мы знаем о продолжающихся пытках, других жестоких нарушений преследования журналистов, оппозиционных действий и правозащитников Беларуси. Официальный Минск должен обеспечить выполнение своих обязательств в области прав человека и конструктивно взаимодействовать с мандатом спецдокладчика и рассмотрением ОВКПЧ. В заключение хочу заверить в нашей поддержке демократическому устроению беларуского народа и нашим добрососельским отношениям, с нового счастливого уважения к принципу правового государства и демократии. Спасибо вам. Большое спасибо. В Эстонии вы будете далее. Поскольку у нас времени осталось мало, мы хотели бы потом задать некоторые вопросы нашим участникам. В Эстонии вам слово. Дамы и господа, дорогие коллеги, хотелось бы благодарить литовскую миссию, которая в сотрудничестве с НПО «Америка» и Фондом права МЧЭКа, за то, что вы организовали это своевременное параллельное мероприятие. Как вы знаете, ситуация с правом МЧЭКа в Беларуси продолжает ухаживаться. Количество людей, которые осуждены по политическим причинам, и эта атмосфера, которая складывается в Беларуси, привела к тому, что многие представители свободных СМИ, активисты, интеллектуалы и многие другие обычные люди покидают Беларусь, они вынуждены были это сделать, поскольку власти продолжают ограничивать свободу выражения мнений, поскольку они контролируют информационные источники, интернет все больше и ограничивают доступ к независимым СМИ и арестовывают сотрудников СМИ. Эта ситуация продолжает ухаживаться. Новая Конституция, которая была принята в так называемом референдуме, привела к еще большему притеснению прав человека. Последние изменения, которые произошли, очень критичны. Это внесение изменений в УКРБ в мае, и сегодня попытка, подготовка к якобы террористическим действиям будет наказываться смертной казнью. Сегодня многие активисты обвиняются в том, что они готовят для террористических действий, и сегодня они рискуют лишиться своей жизни из-за этого. Ухудшающаяся ситуация с правилами человека в Беларуси требует постоянного внимания международных организаций, которые занимаются правилами человека, и также мы все должны обеспечивать постоянный мониторинг. Мы должны заниматься обменом информации с различными учреждениями и мониторингами миссиями, и это крайне важно. Также важно продолжать действия мандата специального докладчика ООН. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем нашим соорганизаторам за ваши комментарии. Спасибо. Спасибо.